В нескольких прибрежных населенных пунктах региона к людям в гости зачастили белые медведи. Ушедшие льдины оставили хищников без корма, а впереди холодная зима. Теперь они совершают набеги на поселке и местные свалки. Причем стрелять даже для самообороны в медведей нельзя. Они в Красной книге. Уникальные кадры в следующем репортаже. Варна Кустькара Амдрама за последние две недели в эти поселки белые медведи зачастили настолько, что местные, кажется, уже привыкли к необычным гостям. Хищники уже вплотную подходят к человеческому жилью. Этим летом крупные животные словно сошли с ума. Говорят, жители Амдрама и медведи не смогли уйти из тундры во льды. Теперь в качестве пищи хозяева Арктики рассматривают все, что найдут на своем пути. Лед сюда пригналось северным ветром. Они вышли. Сейчас туда нет, им дальше деться некуда. И вот начинается. А кормиться надо. Свалки, поселок. Вот таким образом. В Амдраме крупные хищники появляются чуть ли не каждый день. Если в поселке северный ветер, местные знают, скоро придет белый медведь. К счастью, случаев, когда животное нападало на людей, пока не зафиксировано. Есть случаи, что там полки разбомбят рыбаков по побережью. В ту и в ту сторону. Эти случаи уже и в этом году есть. Там стекла побьют. А так нет. Обычно подгоняются выстрелами или автомобилем. Активное появление белого медведя на побережье заставило в эти места срочно приехать представителей Всемирного фонда дикой природы. Зоологи изучили проблему, пообщались с местным населением и рассказали, как себя нужно вести при встрече с белым хозяином Арктики. Подход неожиданный. В никаком случае нельзя перемещаться, бежать, потому что может включиться инстинкт преследования. Надо поднять руки, если есть сумка или трюкзак, поднять на голову, себя сделать больше. Ну и смотреть на соблюдение за ним. А еще желательно иметь в руках палку или камень. Но самое главное – стоять на месте. Тогда есть все шансы, что медведь атаковать не будет. Впрочем, печальные случаи в других регионах периодически все же происходят. Эти страшные кадры из Анадрия. Там в свое время свердствовала своя банда белых медведей. Они то и дело буквально атаковали местных жителей. Кто-то из очевидцев попал в медведя стеклянной бутылкой. Свист и крик, который следовал вдогонку, напугали животное и заставило его отпустить человека. Женщине удалось уйти. К счастью, серьезных травм она тогда не получила. А это уже вновь Амдерма. Две недели назад местные на берегу обнаружили мертвого медведя. Причем внешне его шкура не повреждена. Следов насильственной смерти не обнаружено. Находкой заинтересовались представители Всемирного фонда «Дикой природы». Они взяли генетические образцы хищника, чтобы провести подробный анализ животного. Это медвежонок этого года. Этого года маленький совсем. Следов насильственной смерти нет. Мой прогноз. Сейчас видите шторм. Штормит. Наверное, он сбился от мамы во время шторма или где-то там переплывали. Они плавают отлично, но им сложно. Такой шторм у него маленький. Кто бы это нет, наверное, захлебнулся. Напомним, стрелять в белого медведя запрещено. Этот вид занесен в Красную книгу. Чтобы защитить население от крайне опасных хищников, местные власти предпринимают меры. В арктические поселки срочно завозят средства отпугивания и организуют патрули. Чтобы животное ушло в морские просторы, необходимо дождаться первых морозов, которые начнутся только через пару месяцев. Олег Атанзийский, Ольга Смирнова, Александр Дуркин. Телеканал «Север», Амдерма, Усть-Караварнак. И в продолжении темы, в связи с участившимися случаями появления белых медведей в некоторых поселках региона, администрация НАО совместно с Фондом дикой природы в ближайшее время выпустят важную памятку, в которой будут указаны правила поведения человека в случае встречи с хищником. Субтитры создавал DimaTorzok